Тесто раскатывается, пиццы пекутся, клиенты идут, доходы поступают. Одним словом, как говорит владелец сети ресторанов, дело успешно движется. Вот только предприниматели терзают слухи, что его вмененный налог скоро отменит, и как предвестник этого появление онлайн-касс. Сейчас они абсолютно точно видят, какие обороты у каких компаний. И после этого, соответственно, они делают для себя выводы, и, наверное, там либо отменяют, либо оставляют. Для нас это как бы неинтересный вопрос, потому что та система налогового обложения, которая сейчас есть, она нас более чем устраивает. Как сегодня заявил руководитель налоговой службы Татарстана, еще как минимум три года бизнесменам по этому поводу переживать не стоит. Федеральным законом единоналоговый обмененный доход продлился 2021 года, и поэтому, видимо, в ближайшие три года никаких изменений по единоналоговым обмененным доходам не будет. Еще одна злободневная тема, что по жалобам бизнесменов обострилась накануне – услуги на дому. Тем самым подпольные парикмахеры и маникюристы уводят клиентов у официальных бизнесменов, и не платят налоги. Я просто никогда не делала маникюр на дому. Они будут ли уступать по качеству, чем в салоне? Ну, по крайней мере, никто не жаловался, и девочек из моих все носят. А по стоимости сколько? 600. Отметим, что такие расценки чуть ли не в два раза ниже средней стоимости салонной работы. Как сегодня пояснили в налоговой, сейчас без регистрации и налогов могут работать только те, чей род занятий связан с репетизорством и домашним уходом. То есть он, согласно федеральному законодательству, освобожден в ближайшие три года уплатой всех налогов. Обо всем, что можно и нужно делать бизнесменам, за что к ним могут возникнуть претензии, сегодня рассказали на встрече проекта «Бизнес и власть. Откровенный разговор». В Торстане сейчас более 100 тысяч юрлиц, и 90 тысяч – это индивидуальные предприниматели. Налоговики сообщают, если бизнес работает по всем правилам, проверки ему не страшны. Как еще добавили, налоговики бизнесменам не враги и всегда готовы помочь и разъяснить. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова